Уважаемые президиум, уважаемые коллеги, в системе эпидемиологического надзора за внутрибоничными инфекциями чрезвычайно большую роль играет надзор за антибиотикорезистентностью. В факторе лечебно-диагностического процесса многопрофильного стационара, влияющий на возникновение и распространение внутрибоничных инфекций, предусматривают прежде всего такой мощнейший фактор, как антибиотикотерапия и профилактика осложнений антибиотиками. Но хорошо известно, что бесконтрольная антибиотикотерапия приводит к формированию резистентных штаммов и порой к полной неэффективности лечения. Поэтому в системе надзора за инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, раздел, касающийся слежения за антибиотикорезистентностью, занимает чрезвычайно важное место. В ходе такого надзора мы проводили систематический сбор и анализ данных по оценке распространенности и динамики устойчивости ведущей клинической значимой микрофлоры стационара к анти-микробным препаратам. С целью получения информации для более эффективных подходов к лечению, сдерживанию распространения устойчивости, эпидемиологическому наблюдению за внутребоничными инфекциями и их профилактике в условиях стационара. И среди множества информационных потоков, которые необходимы для этой работы, чрезвычайно важную роль играет информация, полученная из лаборатории клинической микробиологии. Какие параметры мы отслеживали? Прежде всего, необходима точная такциономическая идентификация выдавленных возбудителей инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. Далее, второе, распространение определенных токсиномических групп по локализации патологического процесса и по клиническим отделениям многопрофильного стационара. Третье, подсчитывалось число резистентных и чувствительных вариантов определенных видов возбудителей по отношению к антибактериальным препаратам, количество штаммов возбудителей с множественной устойчивостью, а также панрезистентных возбудителей инфекции, связанных с медицинской помощью. Для получения достоверных данных по антибиотико-резистентности в анализ исключали только первый штамм одного вида, выделенный из очага инфекции конкретного больного. То есть все идентичные штаммы из разработки исключались. Ну и для эффективного использования результатов слежения создавался банк данных, собранных за квартал и год. И требования, предъявляющиеся к мониторингу, конечно же, это прежде всего получение качественных клинических образцов от больных и использование единых правил забора клинического материала. Стандартизация методов выделения, хотя использовали мы самые банальные, рутинные методы выделения культур, и оценку антибиотико-чувствительности проводили дискодиффузионным, старым, скажем так, дедовским методом с регистрацией диаметров зон подавления роста. Но вся работа лаборатории идет под постоянным внутренним контролем оценки качества, и лаборатория систематически участвует во внешнем оценке контроля качества. Кроме того, проводились лабораторные специальные тесты для выявления отдельных видов резистентности, таких как ДТЦ-бета-лактомаз расширенного спектра на агаре Мюдлер-Хинтона с использованием цехтазидима и ингибитора клавулановой кислоты. Таких методов, как скрининг на агаре с аксоцилином для выявления штаммов ОРСА. И, конечно же, невозможен анализ полученной информации без качественного сбора и интерпретации полученных данных с помощью компьютерных аналитических программ. Специальных программ, которые всем хорошо известны. Это программы «Шунфунет», «Микроб-2». Могут быть использованы любые другие коммерческие программы, такие как, например, журнал «Микробиолога». И чрезвычайно важный этап – это своевременное оперативное использование полученной информации ввиду того, что материалы данные в силу меняющихся условий и измененной резистентности, они имеют именно оперативный характер и должны быть как можно скорее использованы в подседневной работе. Вот на данном слайде представлена частота обнаружения потенциальных возбудителей инфекции и антибиотико-резистентность пейзажа клинически значимой микрофлоры по всем отделениям больницы в целом за 2013 год. Это 4 отделения хирургического профиля, отделения реанимации, отделения гинекологии, неврологии и 5 отделений терапевтического профиля. В целом по стационару за прошлый год резко преобладает стафилококковая флора. 22% приходится на золотистый стафилококк. При этом штаммов стафилококка, который гидролизует все природные и полусинтетические пенициллины, за исключением оксицелина и метицелина, всего 18%. Тогда как среди штаммов эпидерманова стафилококка, где общее количество культур было значительно меньше, мы также наблюдали высокий процент штаммов, которые имели устойчивость к ацицилину. Таких было всего 25%. Исходя из того, что на протяжении целого ряда лет мы наблюдаем устойчивую динамику роста энтеробактерий, продуцирующих бета-лакталмазы расширенного спектра, мы и в прошлом году проанализировали количество таких штаммов, в целом по больнице по отношению к клепсиелам, кишечной палочке, протею. И оказалось, что и в прошлом году мы наблюдали тенденцию нарастания штаммов, продуцирующих бета-лакталмазы. При этом практически 50% всех представителей рода клепсиел оказались бета-лакталмазы положительными. Высокий процент также наблюдался в отношении штаммов кишечной палочки, где 23% шло продуцентов бета-лакталмаз. Но чуть меньше этот показатель в отношении протея, где 30% всех штаммов также были продуцентами бета-лакталмазы расширенного спектра. Ну и штаммы, которые чрезвычайно также беспокоят больницу, впрочем, как, наверное, и все другие стационары Москвы и страны, это синегнойная палочка и представители рода ацинеталбактер. Их количество не столь значительно по сравнению с коковой флорой, но в силу полирезистентности эти штаммы приносят чрезвычайно большие проблемы. Вот на данной таблице показана в динамике оценка подорезистентности штаммов неферментирующих отрицательных бактерий в динамике по годам. При этом к подорезистентным или мультирезистентным штаммам мы относили все штаммы синегнойной палочки, которые были устойчивы к гентамицину, амикоцину, цифоперозону, сефтозидиму, миропенему и тинаму одновременно. И, соответственно, по ацинеталбактерам то же самое, только здесь еще добавлен цифрофлоксацин. Так вот, таких штаммов синегнойной палочки, обладающей, как известно, множественной устойчивостью в отношении воздействия на микробную клетку, мы наблюдали от 8,5% в 2009 году до 4% в прошлом году. То есть показатель варьировал в пределах 8,5-4,1, причем тенденция в динамике по годам, вот она четко прослеживается с 2009 года, наблюдается медленное, постепенное снижение количества подорезистентных штаммов псевдомоносаэрогеноза. Относительно ацинеталбактеров, что мы имеем, здесь устойчивых подорезистентных штаммов было больше, процент варьировал от 15 до 19,5% в 2008 году, но тоже, как видно хорошо на данном слайде, наблюдается постепенное снижение числа подорезистентных штаммов. Ну, с чем мы связываем такую ситуацию? Прежде всего с тем, что с более рациональным применением антибиотиков на фоне проводимого эпиднадзора за антибиотикорезистентностью. Конечно же, вот такие штаммы, подорезистентные штаммы, это прежде всего прерогатива реанимационного отделения, в котором концентрируется баней со сниженной антимикробной защитой, полиорганной тяжелой недостаточностью, нарушением перфузии тканей, и где создается мощное селективное давление на микрофлору за счет широкого использования антимикробных препаратов. И имеются все условия для селекции вариантов с новым набором устойчивости к антибиотикам. Именно в этом отделении наиболее вероятен перенос микрофлоры от одного банома к другому, в силу чрезвычайно интенсивного и напряженного лечебно-диагностического процесса, когда отделение постоянно работает в режиме переполнения его. И именно это отделение характеризуется наибольшим числом инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, вызванных подорезистентным возбудителем. То есть в любом случае опыт показывает, что первичная инициация штаммов подорезистентных и, как правило, являющихся возбудителями инфекции, связанных с медицинской помощью, происходит именно в этом отделении. Но, к сожалению, приходится констатировать, что подорезистентность на закономерных штаммов выходит за пределы отделения реанимации. И показана возможность транспортировки этих штаммов в другие, прежде всего, профильные хирургические отделения. Отмечается также разный уровень антибиотикорезистентности возбудителей в зависимости от профиля отделения и степени однородности пациентов по характеру основной патологии. Вот на следующем слайде представились сравнительные данные, заканчивая, по ведущей микрофлоре, в двух отделениях, причем второе отделение – это отделение гнойной хирургии, где также в силу лечения больных с гнойной патологией интенсивно идут селекционные процессы. Различия, как видно на слайде, касались высокой доли ОРСА именно в отделении гнойной хирургии, которая в два раза больше по сравнению с отделением реанимации. Синитнойной палочки и ациниталвактора было значительно больше подрезистентных штаммов в отделении реанимации по сравнению с отделением гнойной хирургии. Но и бета-лактамазы расширенного спектра, они являются чрезвычайно важной проблемой, но еще в силу того, как сегодня уже было отмечено на конференции, что они все устойчивы бета-лактамным антибиотикам. Вот последствия распространения этих штаммов, представлены на слайде, за неимением времени я не буду оглашать, назову только главное, это более часто использование карбопенемов и в качестве эмпирической терапии в том числе, что приводит к еще более выраженному селективному давлению и распространению штаммов ингибитор-резистентных бета-лактамаз, карбопенемаз, которые, насколько мы с вами хорошо знаем, на сегодняшний день фактически остаются без отклика на какую-либо антимикробную терапию. И в заключение мы приводим данные, как могут быть использованы результаты репиднадзора. Они имеют значение большое для клинической практики, это подготовка больничных алгоритмов, протоколов эмпирической терапии на основе местных, локальных данных по больнице, назначение стартовой антимикробной терапии, подготовка к экстренной оценке антимикробной терапии после эмпирической на третий-четвертый день. Это назначение деэскалационной терапии, которая чаще всего проводится с помощью карбопенемов. А вот что касается антибиотиков глубокого резерва, что чрезвычайно важно для каждого учреждения, то именно карбопенемы сегодня в больнице являются антибиотиками глубокого резерва и применяются лишь в самых крайних случаях у самых тяжелых больных. Это также участие в планировании закупок антибиотиков, подготовка схем антибиотикопрофилактики, ну и целый ряд несъезвычайно важных эпидемиологических задач. Прежде всего, регулярное информирование врачей за ведущих отделением по результатам антибиотикорезистентности, которое проводится в больнице как минимум ежеквартально на регулярных заседаниях комиссии по профилактике внутрибольничных инфекций, делаются специальные распечатки для врачей отделения. Это жесткое выполнение требований санэпидрежима, так как без них невозможно ограничить применение антибиотиков. Ну, это следование рекомендациям в части изоляции больных, высевающих полирезистентные и мультирезистентные штаммы. И большие возможности для использования данных материалов в процессе эпидемиологического расследования внутрибольничных инфекций. Спасибо за внимание.